Всем привет! Меня зовут Павел и сегодня мы поговорим о том, как выбрать рюкзак. У меня очень много рюкзаков и достаточно большой опыт в их использовании, при том, что не в обычном городском ношении и ношении на двухнедельные туристические походы и так далее. Итак, что должно быть в хорошем рюкзаке? Каким должен быть рюкзак? Городские рюкзаки, в которых будет носиться только косметичка, практически любой, даже самый плохой рюкзак, в котором будет носиться что-нибудь меньше килограмма, будет работать долго и к нему никаких требований не может выдвигаться, потому что о какой смысл? Следующее. Городской рюкзак. Рюкзак, в котором, в принципе, будет таскаться периодически 2, 3, 4, 5 килограммов, то есть не больше, то есть это рюкзак, к которому будут претензии на то, что вы сможете сходить в магазин, купить там картошечки, лука, взять с собой водичку, немножечко еды и так далее. Вот тут уже хорошо бы проследить то, о чем я говорю и выполнить то, о чем я буду рассказывать дальше, в принципе, будет работать, про рюкзаки городского типа, смешанного типа, когда вы будете носить больше 5 килограммов, да, но не больше 10, а также строительные и прочие рюкзаки для походов, туристических и не только. Итак, нормальный рюкзак, в принципе, в последнее время купить вообще, в принципе, сложно, и вот последний рюкзак, который я купил для себя, был куплен в Декатлоне, и давайте на его примере я вам покажу, что должно выполняться. Итак, самое первое и самое главное, что должно быть в рюкзаке, это прошитые молнии. Итак, молния и ткань вшитые, они прошиты, то есть мы получаем полноценно прошитый материал. Вот. И когда материал прошит, это уже говорит о том, что производитель уже достаточно неплохо отнесся к работе. И посмотри, главное, это все прошито, и там, где замок, и там, где сшиваются ткани, потому что здесь будет главная нагрузка, когда будет тянуть вниз. Больше всего претензий я бы все-таки предъявлял бы дну, потому что каждый раз, когда вы будете закидывать какой-либо вес, это все будет держаться вот здесь. Вот это дно рюкзака. Смотри, прошито и часть, где лямки, и там, где соединяется ткань, и там, где соединяется вторая часть ткани, и также все, что переходит в следующую ситуацию. Дальше. Про лямки. Другой мой рюкзак, Sketchers, был куплен в Sportmaster. На что вам нужно обратить внимание, это лямки и то, как они сшиты. Очень важно, чтобы лямки были вот такими. То есть у них вот здесь вот находится вот такая вот косынка. Почему? Потому что, когда ты пользуешься рюкзаком, нагрузка, она идет, во-первых, на разрыв, вот такие вот макары, и вот на эту вот часть приходится. Если у тебя есть вот такая вот косынка, то нагрузку он будет держать лучше и больше. А если еще и косынка, она прошита, вот видишь, вот здесь вот дополнительная ткань. Это замечательный вариант. Это даст дополнительную защиту и крепкость. Вот, и, возможно, силу земли. Теперь пример. Если рюкзак не очень дорогой, и здесь нет прошивки, то получится вот так. Смотри. Видишь? Вот он, по центру порыв. То есть здесь две лямки, они не целостная ткань, а это были две лямки, сшитые по центру. И получилось так, что, и видишь, вот здесь вот не было тоже прошито и обшито. Все. И мы получили ровным, четким порывом по центру. Вот именно поэтому нужно смотреть, чтобы ткань была монолитной, и чтобы она была со всех сторон прошита. Следующее, на что тебе нужно обратить внимание, это на то, как лямка вшита снизу. Смотри. Мы имеем лямку и имеем тягу. Смотри. Вот здесь она заканчивается треугольником. То есть она не прям вшивается вовнутрь рюкзака, а через определенный уголок. За счет этого физика и нагрузка, ну то есть физика процесса и сама нагрузка, становится вот в этой части меньше. Все практически мои рюкзаки имеют вот такой вот уголок. Вот мой туристический рюкзак, который я часто использую в длительных походах. Видишь? Нижняя часть лямки. Треугольник. Здесь этот треугольник выглядит немножко иначе. Но все равно вынесен за пределы рюкзака. Здесь ситуация такая же. Треугольник. Этот я уже показывал. То есть нижняя часть тоже крайне важна. Дополнительно про лямки. Смотри. Мой нынешний городской рюкзак и частично я в нем ношу достаточную нагрузку. Смотри. У меня здесь такой ситуации нет. Это компромисс, на который мне пришлось пойти. Как можно скомпенсировать в туристических рюкзаках вот эту вот ситуацию с отсутствием косынки? Должны быть вот такие тяги. Когда ты надеваешь рюкзак, у тебя нагрузка должна ложиться вот на эти тяги. Ты подтягиваешь вот эту вот тягу и теперь нагрузка вся, она приходится не на вот эту вот часть, не на вот этот вот шов. Это приходится вот на эту тягу. То есть вот здесь точка крепления и вот здесь точка крепления. И в этот момент вся нагрузка, она вот здесь. И это далеко не самый плохой вариант. То есть если у тебя здесь нагрузка, там нагрузка. И если это замечательно прошито, а это далеко не самый плохой вариант прошивки, что здесь, что здесь. То этот рюкзак прослужит вам достаточно долго. Единственное что, да, у него нет вот этой вот самой косынки. Но мы знаем, что эти лямки, они прошиты и с обратной стороны очень хорошо. И с этой стороны они прошиты помимо того, что изнутри и там еще снаружи поддеть. Так они еще и здесь выполнены дополнительной прошивкой и дополнительно защищены. То есть этот вариант подходит замечательно для того, чтобы его использовать долго и прослужит он вам крайне качественно. Про сами лямки, чтобы обеспечить комфорт ношения самого рюкзака. Лямка не должна быть тонкой. Вот такой толщины лямки, вот такой толщины лямки, могут быть только у городского рюкзака, в котором носится косметичка и только. Вся ваша нагрузка будет приходиться вот сюда. Поэтому должно быть первое. Если вы не будете носить больше 5 килограммов, то в принципе вся нагрузка пусть остается на лямках и на плечах. Если у вас не больная шея, не больная спина, проблем не будет. Толщина лямки должна быть в 3 пальца минимум. Вот так накладываем 3 пальца. Если толщина 3 пальца, окей, носить можно, нагрузка будет равномерно распределена. Если меньше 3 пальцев, вам будет давить, вам будет резать, вам будет натирать. Это важно. Вы представляете, что весь тяжелющий вес, находящийся внутри рюкзака, будет вот здесь. И вы представляете, если это вот здесь будет вот таким или вот таким. Это же ужас. Вот мой туристический рюкзак, который я продолжительное время уже ношу. 3 пальца есть. Рюкзак, в котором сейчас перфоратор и другое оборудование, в котором постоянно ношу тяжести. 3 пальца есть. Мой старый рюкзак. 3 пальца есть. Запомнили. 3 пальца. Берем 3 пальца. Если у вас очень маленькие пальцы, ну, берите 4, но не меньше 3. Накладываем. Получается... Да что ты будешь делать, а? Меня аж триггерит. Я наклеил эти отражайки, блин, на окна. И они постоянно отрываются. И меня аж триггерит. Слышу где-нибудь шуршание. И все, меня прямо аж кроет. Про крепление лямок поговорили. Про то, какими должны быть лямки поговорили. Про основной корпус мы поговорили. Теперь давай поговорим про материал. Материал рюкзаков, штука вообще, разговор отдельный. Но есть такая штука, называется Оксфорд. Это материал, это такая ткань определенная. Она очень крепкая. Ткань чем-то напоминает джинсу. Ткань должна быть плотной и крепкой. Потому что изначально именно ткань будет держать всю нагрузку на себе. Именно ткань. Второе, что очень важно, но, как правило, никто не выполняет этот факт. Это замок. Дело в том, что когда у тебя нет определенного рода тяг. Когда их нельзя совместить. Когда твой рюкзак, в принципе, ничем не поддерживается. То есть, вот эта вот нагрузка не распределяется равномерно. И сам рюкзак не имеет. То есть, вот этот рюкзак, например, у него единственный замок, где есть, это вот здесь. То есть, нагрузка вся, если она будет распределяться между верхом и низом, будет держаться вот здесь. А если, например, рюкзак вот такой, вот такой. Видишь, замок какой через всю проходит. То к замку достаточно большие требования. Что ты должен знать про замок? Когда ты приходишь в магазин, ты берешь замок и просто начинаешь им юлозить. Юлозить быстро, юлозить медленно и чуть-чуть на изгиб. Если ты берешь рюкзак, двигаешь замком, собачку перемещаешь по замку и он где-то заедает, не трогай этот рюкзак. Возьми другой рюкзак сразу же и тут же. Собачка должна ходить плавно. При том, что она должна ходить плавно и все застегивать и при резком движении, и при медленном движении. Если у тебя что-то малейшее вызывает хоть какие-нибудь претензии, знай. Если сейчас он немножечко закусывает, то дальше он будет закусывать максимально жестко. И ты будешь нервничать, беситься. Будет просто жутейшая жуть. Но все будет обязательно плохо. Потому что замок, работающий плохо сейчас, будет работать плохо и потом. И, как правило, потом он будет работать хуже. Почему я так думаю? Потому что хорошие производители замков делают замки хорошими сразу. И со временем они работают только лучше. И только в момент, когда они портятся, они умирают. Плохие замки, плохие сразу. И со временем они будут становиться только хуже. Это важно. О том, какой будет замок пластиковый или металлический. Металлические замки хуже. Сейчас пластик намного качественнее, намного лучше держит нагрузку. У него есть некоторая изгибаемость. Пластиковые замки, как правило, делают с доп-пропиткой, чтобы не попадала влага вовнутрь. Я не покупаю дорогие рюкзаки. Вот этот рюкзак я в свое время купил 1000 за 4. Вот этот рюкзак мне обошелся в 3,5. Вот этот рюкзак мне обошелся в 4 Декатлон. Этот я купил в Спортмастере. Тоже что-то 1400, по-моему. Дорогих рюкзаков у меня нет. Я не знаю, какая сейчас ценность рюкзаков, сколько они сейчас стоят. Но в принципе, я думаю, что можно накинуть пару тысяч. То есть, если я покупал раньше не более чем за 5, то сейчас могу купить не дороже, чем за 6-7. Про замки. И, кстати, если вы покупаете туристический рюкзак, либо вы живете в местах, где постоянно льют дожди. Вот замок. Вот. Замок. И он накрывается вот такой вот тканью. То есть, он закрывается. И вот эта вот ткань его скрадывает. Самый крутой вариант туристических рюкзаков, это вот как раз-таки, когда есть такая нашлепка. Она позволяет влаге скатываться куда угодно, но только не вовнутрь рюкзака. Вот. И это касается всех абсолютно тканевых соединений. Смотри. Стоп. А замок вот здесь. Видишь? То есть, будет скатываться влага, и она будет скатываться мимо замка. И в замок вовнутрь не попадет. Что касается ткани, например, действительно крутой. Смотри. Она вот с этой стороны гладкая, а с этой стороны шершавая. То есть, это касается и внутренностей. Смотри. С этой стороны она, видишь, как будто бы что-то типа прорезиненное, а с обратной стороны обычное. Вот это как раз-таки тип Оксфорда. То есть, эта ткань, в принципе, никогда не промокнет. То есть, нужно, даже если ты попадешь в дичайший ливень, проблем у тебя с этим рюкзаком не будет. Если брать ткань новую, смотри. Она, видишь, она с обратной стороны тоже, видишь, блестит. Это тоже пропитка, а с обратной стороны она матовая, обычная ткань. То есть, с этой блестит, а с этой нет. Это тоже вариант и тип того самого ткани Оксфорд. Вот. Это как раз-таки опять про рюкзак из Декатлона. Про рюкзаки с очень большой нагрузкой. Итак, если мы носим больше 6-7-8 килограмм, это очень большая нагрузка, мы обращаем внимание на... Первое. Есть ли здесь дополнительная подушка? Второе. Вот эти подушки. Вот эти подушки очень спорный вариант. Про низ. Когда у тебя очень большая нагрузка на рюкзаке, возможность зацепиться вот этой частью говорит о том, что у тебя вся нагрузка не только вот здесь, но еще и на поясе. Таким образом, у тебя рюкзак будет опираться о твою талию или о твой тазобедренный сустав. Это очень сильно разгружает спину и позволяет тебе нагрузку распределять по телу равномерно. То есть, раньше у тебя все лежало вот здесь, благодаря подушке и вот этим вот затяжкам, часть веса будет приходиться именно на ноги. То есть, не на позвоночник, а на ноги. То есть, через тазобедренный сустав. Это очень важно, если вы носите больше 10 килограммов, если вы в день проходите больше 5 километров, или если идете по неудобной дороге. Корни, горы, пересеченка и так далее. Теперь можно подводить итоги. Первое. Когда мы покупаем рюкзак, мы смотрим, есть ли у нас косынка, прошита ли косынка. Если косынки нет, то мы ищем компрометный вариант, такой как здесь. То есть, например, у нас есть затяжка, которая нам позволит переместить нагрузку и сохранить вот это соединение. Следующая часть – это толщина лямок. Толщина лямок должна быть не меньше трех пальцев. Следом, тяга основного нижней части, она должна быть из плотной ткани и должна быть не меньше большого пальца. Если у тебя меньше большого пальца, плохо. Крепление снизу должно быть в виде вот такого вот треугольничка. Либо компромиссный вариант, но все же как здесь. Мы видим, что здесь лямка. Она как бы, видишь, тоже в виде треугольничка, но здесь треугольник в виде кармана, но все равно не должна лямка напрямую входить в рюкзак. Если мы говорим еще о туристическом рюкзаке, было бы здорово, если бы вот эта вот лямка, она проходила через всю лямку крепежа и уходила бы в треугольник. Но компромиссные варианты тоже могут быть, как, например, вот здесь. То есть он входит вот сюда. Это тоже допустимо, но чуть-чуть хуже, чем вот тот серый рюкзак. После того, как мы посмотрели лямки и поняли, что, в принципе, достойно, мы смотрим, прошито ли все внутри. Прошито ли лямки и прошито ли и закрыто ли клапаны сшивания тканей между собой, а также все замки. И каждое соединение, каждое сочленение должно быть соединено. И лучше всего, когда это соединение бесконечно. То есть оно беспрерывно проходит через весь рюкзак, возвращается и как такового шва нет. Это важно. Посмотрите обязательно, из чего состоит дно. Иногда некоторые производители дно делают из самой плохой ткани, а на дне, как правило, несется вся нагрузка. Мы проверяем, что все действительно везде прошито. И смотрим на качество дна. То есть дно должно быть и снаружи, и с качественного материала, и изнутри. И все должно быть прошито. Затем, после того, как мы все это посмотрели, мы посмотрели, что везде все вокруг прошито. Мы смотрим, из какой ткани все это сделано параллельно, когда смотрим это все прошивание. Если ткань внутри блестит сверху матовой, значит это примерно Оксфорд. Или она вообще прорезинена, как я показывал в синем рюкзаке. Это значит, что эта ткань будет очень плохо промокать. Это здорово. Дальше. Клапаны, защищающие замок. Если ты видишь, что для того, чтобы открыть замок, тебе нужно отодвинуть клапан, это значит, что твой рюкзак еще хуже будет промокать, потому что сквозь молнию вода не будет проникать, как раз таки, благодаря вот этим вот клапанам. Следующее. Мы смотрим, если вы собираетесь носить много и тяжело, смотрим, есть ли у нас поясничная подушка, есть ли возможность крепления снизу. Это позволит переместить часть нагрузки с позвоночника на ноги через тазобедренный сустав. Это здорово. И везде не забываем, чтобы были регулировки. На мой взгляд, это основные вещи, на которые вам нужно обращать при выборе рюкзака. Выбор рюкзака для жителя города – это очень важный момент. Рюкзак должен быть максимально удобным, эргономичным и, самое главное, выполнять самую важную, возложенную на него работу. А это для того, чтобы большие веса, которые вы перемещаете, должны быть практически незаметны для вас. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте несколько комментариев. Если хотите поддержать канал финансово, все ссылки в описании, буду рад любой копейки. А также делайте репосты и вообще добра вам во всем, счастья, радости. И пользуйтесь рюкзаками с удовольствием. Пока-пока. Удачи.